Ну что? Что? Всем хай, с вами Юджин, и вы слышите эти роковые, хардкорные, жесткие мотивы. Слышите? Или только один я их слышу? Вы слышите по-любому. А это значит, что сейчас будет разрыв кишок, костей мешок, крупный запашок и выученный стишок. Я узнал, что у меня есть огромная... Никаких стишков, только хардкор, только смерть. Короче, если ты испытываешь такую же жажду крови, как и я, то гол со мной играть в хардкорнейшую игру во вселенной Warhammer 40 000, которая называется Necromonda Hired Gun. Почему именно в эту игру? Потому что, как я уже сказал, она очень хардкорная. Хардкорная. Но также ночей очень милая, потому что у нас есть здесь замечательный питомец, песик по имени Мастив. Смотрите на него. Кто мой маленький убийца? Кто мой маленький убийца? Мне нравится его кличка Мастив. Надо было назвать Мстив, потому что он будет очень много мстить за меня. Кто будет мстить за меня? Кто будет мстить за меня? Ну, в общем, вы поняли, да? Это игра и хардкор, и милота. Желек, ты что не забыл? А, что? Сказать спасибо? А, спасибо? За что? Кое-кому сказать спасибо не забыл? Ах да, благодарствую компании Focus Home Interactive за то, что предоставили ключи к этой игре и проспонсировали этот видос. А также, что именно мне, мастеру шутеров известному, доверили показать эту игру для вас, друзья. Поэтому, если вам игра приглянется, вы можете поддержать разработчиков, скачав игру по ссылке в описании, и также вы этим же самым поддержите меня. Еще лайк влепите, будет вообще отлично. Сначала мы должны выбрать себе персонажа. Заметьте, как много персонажей носят маски. Правильно делают, в наше время это просто необходимо. Мне нравится выражение лица этого чувака. Евгений, скажи мне, ты дурак? А, я нет, а ты дурак? Не знаю, ты общаешься с игровым персонажем, сам подумай. Урыл меня! Мы выберем с вами вот этого чувака. Короче, во вселенной этой игры есть три дома, на которых мы будем с вами работать. Или не будем, может быть мы будем всех их предавать, кидать на деньги. Скорее всего, так мы и будем делать. Целая планета это производственный цех, один огромный металлургический завод, не знаю. Тут люди плодятся без перерыва и без ограничений. Соответственно, жизнь человека не стоит ни гроша. Все, валите, ребят. Видели мою ручку? Какая нежненькая ручка. В общем, те ребята оставили меня одного с песиком. Не бойся, Мстив, все будет хорошо. О, мы в самую днину спустились. Мстив убежал вперед, грызть всем яйца. Итак, наша задача, доберитесь до мануфакторма. И найти преступника. Очень кроваво, но недостаточно. Я слышал песика своего. Песик! Это живой чувак? Точнее, это бывший живой чувак? Посмотрите, какой он большой по сравнению с этими маленькими людьми. А почему такие люди маленькие? Это детские скелеты. Как ты посмел? Вот тебе. Давайте сделаем ему более веселое лицо. С такими глазками он гораздо милее. И вот так вот. О, да. Давайте я ему сделаю такой рот. Ой, получился нос. О, мы можем прыгать от стены. Побежали. Он хочет, чтобы я договорился. Я умею только так договариваться. Значит, по лицу. Ладно, пойдем. Оп. И мы можем летать вперед. О, смотрите, какой-то сыночок есть. Мы все делаем здесь пулями. Открываем. Так, что-то выпало нам. Опа. Винтовочка. Слушайте, враги. Прячемся, прячемся, прячемся. Но ведь это не та игра. Стреляем! Знаешь, как я так быстро перемещаюсь с места на место? Я монтировал плюс 100 500. Я размозил ему голову. Недостаточно! Песик! Я тебя слышу. Мстив! О, он появился из ниоткуда. Мы можем натравить его. Беги. Беги мсти за меня. Вот так. Откуси ему то, что нужно откусить. Хороший песик. По идее, мы сможем прокачивать эту собаку. О! Западня! Необходимо полечиться. Кто? О! Песик! Молодец! Побежали! У-ху-ху-ху-ху! Мсти ей! Мсти ей! Спасибо. Блин, такая милая. Мне даже жалко ее. Аккуратнее! Сехать! Шучу! Оп! Оп! В сторону, в сторону, в сторону, в сторону. Блин! Что-то жестко. О! Моя тень. Какая у меня толстая задница, однако. Или ты у меня юбка. Песик, иди разберись. Немножко так подсыкиваешь, да? Шуйняк, ты что, дурак? Ты видел, сколько их там? Ну, хотя бы просто гавкой стоя на них, окей? Вот, молодец. Чтоб все знали, что тут злая собака. Никто не подходил. О, патрончики. Забавно, что когда начинается жесткая музыка в этой игре, мне хочется играть быстро. Туда-сюда метаться. А здесь так сейчас тихо как-то. Ну, за исключением этих выстрелов. И хочется быть максимально осторожным. Евгений, не позволяй музыке собой манипулировать. Сам играй музыку. Это и правда помогает. Какого дьявола? Началась музыка. Но у меня спокойное настроение. О, нет. Босс! Или нет? Да! Это тролль! Он будет мстить мне за того трупа. Мстив! Ну-ка, куси его. Правильно кусаешь. Прямо в то самое место. Есть, он подох. Мы прошли миссию. Прекрасно. Мы набрали всяких талисманов, я так понимаю, которые можно... Мы можем использовать эти талисманы, чтобы как-то прокачивать себя. Приносит удачу. Позволяет получить дополнительные кредиты за уничтожение врага. Ставим. Ставим вот этот браслет. Семь к бонусу добычи. И три к броне. Остальное мы продадим, получается. Также мы можем прокачивать... Но это, видимо, не сейчас, а потом. Различные характеристики оружия. Точность, устойчивость, пробиваемость и так далее. Меня подобрал мистер доктор сатанист и какой-то пират. Пожалуйста, у меня с зубами все в порядке. Он точно дантист, судя по этому жалу. И судя по тому пациенту напротив меня, я не очень хочу в этой больнице обследоваться. Простите. У меня времени нет, мне пора идти. Да, да, до свидания. У этого доктора мы можем прокачивать себя. Притяжение металлов. Очень-очень-очень много всего мы можем прокачать. Я возьму то, что поможет конкретно мне. Так как я профессионал в шутерах. Самонаводящийся прицел. Здрасте. Что ж, по закону жанра. Ты здесь самая симпатичная, я тут самая симпатичная. А значит, к концу этого видео мы поженимся. Смотрите, я в шоке просто от того, что за поворот. Ну, обдумывает мое предложение. Все так и будет. А, Мастив, ты здесь. Я буду гладить тебя изнутри. О, боже мой. Никогда я еще не видел тебя таким красивым. Облизни меня. Давай посмотрим, кто здесь разыскивается. За 250 штук Сильвер Теллон. Запустить миссию. Колосс 44. Представляете, как жестко было бы жить вот на таких планетах. И мне кажется, что это не совсем прям фантастично. Если люди в будущем освоят космос, то производства должны быть планетарных масштабов. Соответственно, какие-то планеты будут реально превращать в заводы. И тогда это все будет правдой. Здесь подозрительно тихо. О! Стоило мне сказать, как начались крики. Насилуют женщину! Нет! Я помогу! Я не могу помочь. Дверь заклинила. Извините. Но мы сейчас обойдем, конечно же. Так, здрасте. Где? А, это засада. Давай, песик! Ты можешь! Есть! Погладить можно тебя? Нет. Сейчас не время, да? Время сражаться. Ааа! Ааа, блин! Как много... Много выстрелов! Не успевай ни за чем следить. Стреляй на бум! И люди мрут! Так, давайте ликвидация. Вот! О! Блин! Вот так еще людей не ликвидировал я. Что-то взорвалось очень громко. Очень обильно. И я это не увидел. И не я кинул эту гранату. Я хотел взорвать. Хочу взрывать. Нам нужно успеть на какой-то поезд. Гоу! Скорей! Ну давайте механические руки. Ну для чего вы мне? Вот! О-о-о! Куда мы упали? На поезд. Стив! Привет! Иди займись ими. Не трогай моего песика! Зачморили! Я слышу скуление своего песика! За это я тебя ликвидирую. Вот! О! 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 Какая-то голова покатилась. Вы только посмотрите, какой зачетный мостик этот чувак сделал. Вот и называй сильная спина. Так, мы выяснили, что оказывается у нас есть гранаты. Теперь я хочу пользоваться только ими. Граната! Кто-то хочет поиграться. Лови. Это... Это не мое! Это не мое, песо! Голова поезда 66 метров. Гоу! Опа! Кажется, мы в ловушке. Ну так сказали, по крайней мере. Подохнуть. Подохнуть. Голову снес. Сзади. О! Ликвидировать! Это я тебя ликвидирую, понял? И у нас новое оружие. И сейчас, кажется, будет мега-босс. О, да. Ну что ж, понеслась. Сив! Побежал! Он зарылся! Ищи его, откапывай! Откапывай! Нет? Ты не будешь? Ты решил забить, это не твоя война, да? Вот! Не, молодец! Ищи слабые места. Умница. О! Вот эта способность резкого рывка в сторону очень помогает. Так, давайте другую музыку включим. Все подох. Все потому, что надо правильно и подбирать саундтрек. Ха, кажется, я в плачевной ситуации. У меня нет аптечек. У меня нет брони. Ааа! Один с хп! Быстрее, подбираем под броня. Отлично. Все, я добил его наконец-таки. Ух! Итак, смотрите. Крюк кошка. Мы можем теперь добираться с помощью крюка. Спайдер мэнить можем! Ай, как круто! Опа! Мы, кажется, в какой-то тюрьме. Однако мы все еще на поезде. Используем крюк? Оп! О, я забрал у него что-то! Я что-то у него забрал! Ааа! Черт! Черт! В сторону! О-о-о! Атакуют всем мясом! Крюк! Помогай! Спасибо! Итак, нам снова нужно убедить этого молодого человека сделать то, что нам нужно. Убеждение у нас тут только по одному работает. Смотри. Вот так. Вот так. И вот так. Все. Я вот думаю, а почему-то человек всегда говорит нет. Ведь он не особо в выигрышном положении. Может быть, он любит, чтобы его били. Тогда это все объясняет. Ааа! И здравствуй, сундук! Наконец-то! Легкий комбинезон. Взять! Взять, взять! О! Какая-то очень жесткая штука. Я потратил все ее патроны. Как-то здесь холодно стало, по-моему. Песик, ты мне понадобишься здесь. Вон он, пленник! Ой, прости, это я случайно. Он просто за тебя стоял. Ты под пулю. Ты нарвалась на пулю. Не кусай меня. Сразу двоих дупаж одним ударом. А, ты здесь? Нет, я думал, я двоих бью. Оказывается, нет. Я очень замерзаю. Мы всех убили. Теперь мы добрались, наконец-таки, до пленника. Смотрите, он, кажется, самый опасный здесь. Кажется, мы сейчас будем сражаться с ним. Я просто его убил. Я не знаю, надо было ли это делать или нет. Надо было спуститься в камеру и поговорить с пленником Голиафом. Я поговорил. Но, видимо, он нам больше не нужен. Ладно. Я не думал, что он такой слабенький. Да, он полностью жив. Очень живой. Он просто сейчас не может говорить, понимаете? Он немножко занят. О, ну, куда ты сейчас? Куда он делся? А вот и локомотив. Меня тут ждали, оказывается. Меня сейчас убьют. Шесть хп. О, нет, тролль. Пясик. Ты очень нужен мне здесь. Блин, ощущение, что я на грани. Я и так на грани. Шнадцать хп всего. Так, давайте кинем у него гранату. Две сразу. Ни хрена он отлетел. Мы почти у кабины. Ух, хорошо. Отлично, мы в кабине. Что ж, похитить колосса. Вот так вот мы эту махину перенаправляем в другое место. Миссия пройдена. Если бы мы не завладели этим поездом, мы бы попали в дом Орлоков. А еще мы с вами уже повидали дом Эшер. Это женская банда. И дом Голиафов. Точнее, сами дома мы их не видели, но мы видели их представителей. И всем одинаково наваляли. Крутая игра. На самом деле, прикольно. Для всех, кто любит пострелять, увидеть много кровища, кто любит такую вот киберпанковскую тематику, игра должна зайти. И если вам стало интересно, то поддержите разработчиков, зайдя по ссылке в описании и скачав игру. И игра также доступна на платформах PlayStation 4 и 5, а также Xbox One и Xbox One Series S. Ну а мы на сегодня закончим. Прекрасно постреляли, прекрасно погладили песиков и искупались в луже крови, как и хотели. Если вы считаете, что этот видос превышает, друзья, то поставьте кучу лайков. Также подписывайтесь на канал, вступайте во все мои соцсети. Обязательно зайдите в Телеграм мой. Ссылка на него тоже будет в описании. Нас там уже 20 тысяч человек, и там ежедневно постятся всякие различные прикольчики, мемасики на тему канала. Атмосферные скриншоты из игр, там проводятся разные мини-игры. Я публикую там видеосообщения. И также показываю контент, который не входит в видос. Например, как я рисую превьюшки к своим видео. Короче, все ссылки будут в описании. С вами был Юджин, и всем пять! Я объявляю вас мужем и женой. Я же говорил? Я же говорил?